всем здарова это домашний канал валерки и визуальная новелла бесконечное лето ну что продолжаем продолжаем с вами пятый день точнее начинаем пятый день вот мы с вами нашли шурика в заброшенном лагере в бункере и привели его обратно в наш лагерь вот ну давайте пятый день ну вот мы проснулись это сон всего лишь сон однако в это касса отказывался верить мой воспаленный мозг что это за девочка была со мной там так хотелось не отпускать ее руку сожалению вспомнить кто она так и не получилось часы показывали начало 11 я постепенно входил ото сна и реально все уверенно заявляла свои права на мое сознание в животе предательски заурчала война война и обед по расписанию ольга дмитриевны в доме не оказалось видимо она решила не будить меня что же спасибо вожатой за это после вчерашних приключений отдых был мне необходим прошедшая ночь осталось лишь размытым воспоминанием думать о котором не очень хотелось куда важнее сейчас найти еду и помыться точно ведь пионер должен быть всегда чист и опрятен впрочем с этим тезисом я бы согласился и не будучи пионером которым я в общем-то не являлся по дороге к умывальнику мне встретился электроник он замахал руками побежал в мою сторону доброе утро спасибо тебе что нашел шурика без него бы я даже не знаю я ничего я несколько смутился нет правда не нужно лишней скромности страна должна знать своих героев как шурик как он судра себя вел не все в порядке а помятуя его вчерашнем помешательстве я посчитал этот вопрос вполне уместным да вполне разве что он ничего не помнит вот как я совсем не удивился но он говорит что вчера пошел в старый лагерь а потом проснулся утром своей кровати то есть между этими событиями провал понятно ладно тогда тебя же на завтраке не было заходи к нам в кружок мы тебя покормим у меня кое-что особенное есть электроник заговорщиц чески улыбнулся спасибо за еду наверное сначала все равно нужно было помыться ждем он помахал мне рукой направился по своим делам возле умывальников никого не было вода сегодня оказалась на удивление теплый бы шурик ничего не помнит как так то либо он скрывает что-то либо реально как бы какая-то типа вот после вчерашних после вот до вечера вот этого вот в бункере у него какая-то амнезия либо он просто шоке был либо это из-за шока у него потеря памяти бывает же такое вроде наверное нагрелась уже умыв лицо я понял что остальное тело ополоснуть здесь будет не так-то просто может быть стоило пойти в душевую впрочем если рядом никого я вылил кран так что струя воды была била под прямым углом и начал раздеваться а если кто-то увидит ладно быстренько ополоснуть вытрусь и оденусь вода какая которая казалась нормальной для рук и лица холодом обжигала остальное тело процесс купания занял у меня не более десяти секунд после чего я начал энергично вытираться но закончить мне так и не удалось со стороны тропинки послышать и голоса решение пришло в долю секунды я схватил свои вещи и бросился в кусты через мгновение возле умывальников появилась алиса и ульяна сама бы могла зачем меня сюда притащила ну что тебе жалко ладно давай я присмотрелся и заметил что они обе все перепачканы красной краской вот так номер и откуда алиса включила воду и начала растирать спину ульяна с ними лифчик а если кто увидит а есть на что смотреть здесь по идее я так понимаю у меня короче получается наверное зацензуренная версия вот я так полагаю здесь должны быть такие вот какие-то интимные картинки что никто-то из подписчиков дав комментариях писал про это усмехнулась она ладно только ты побыстрее смотрите правда было особо не на что она даже при этом я пристально уставился на девочек жаль что они обе стояли ко мне спиной через минуту алисе удалось смыть свою краску все спасибо не за что ты него ответила алиса ушей а дай мне померить она показала на лифчик алиса но он тебе не подойдет но интересно же да и тут тут же нет никого правда ульяна посмотрела в мою сторону и лукава улыбнулась смысле она чё знает что я в кустах я бы абсолютно уверен что она не могла меня заметить в этих кустах но дохватит глупости пулянка не стала дослушивать а вместо этого ловким движением сорвала с алисы лифчик вот теперь надо признаться было на что посмотреть найс только почему-то экран не найс как я зато и в дыкане наблюдал как две девочки гоняются друг за другом вокруг умывальника алиса закрыла грудь руками так что рассмотреть что-то было проблематично я подался вперед и споткнувшийся камень вывалился из кустов ну блин вот неуклюжие неуклюжие вещи просто алиса и ульяна застыли как вкопаны и уставились на меня я же с виноватым видом старался прикрыть свою наготу дал как он еще и голый охереть внимается она продолжалась несколько секунд затем алиса схватила рубашку и мгновение ока кое-как напялила ее на себя ты ее лицо из красного стала фиолетовым то то что сейчас она взорвется как ядерная бомба единственное что мне хотелось тогда это распасться на атом и улететь подальше от эпицентра он все время там сидел значит все же заметила ты ты а я да я случайно если ты понимаешь о чем я случайно алиса бросилась на меня я же прикрываю одной рукой зад а другой держа свою одежду бросился в лес тогда мне это показалось лучшим решением не появляться же голым днем посреди лагеря да еще из с картам из двух визжащих девочек бежал я не оглядываясь спустя несколько минут остановился чтобы отдышаться погони похоже не было значит мне все же удалось спастись однако ценой этому стали исколотые и царапанные в кровь ноги надеть ботинки то времени не нашлось я сел на бенек и вздохнул через некоторое время уже одетый я выигрался из леса нужно решить что же делать дальше ноги болят значит не прямая дорога в медпункт но с другой стороны живут тоже ждать не намерен может быть стоит воспользоваться приглашением электроника или пойти в столовую вдруг что-нибудь осталось так кухня столовая в медпункт общие кружки ну чё давайте может в электронику сходим за заодно проверим короче шурика есть хотелось просто безумно я всегда трепетно относился к своему здоровью но трепетнее всего в те моменты когда становился уже совсем не в моготу сейчас ходить я мог ноги почти даже не болели следовательно ступни и сами заживут а вот голод ждать не будет я решил воспользоваться предложением электроника конце концов зная местных пионеров можно было резонно предположить что в столовой не осталось даже черт черствой кортки хлеба окружок кибернетики не все же кое-чем обязан такими мыслями подошел к зданию клубов так выки давайте сохранимся изнутри доносились крики так ладно а вот сюда вот хранить я прислушался ничего разобрать не смог да ладно они здесь отдай а это шурик отдай не отдам по комнате носилась ульянка держа в руках в моток проволоки а за ней бегал шурик ребят мне как-то даже неудобно вас прерывать но отдай они не обратили на меня немалейшего внимания не отдам увлеченной погоней шурик раскочил мимо меня чуть не сбив с ног эй ульянка весело смеялась и нарезала круги по комнате интересно зачем ей эта проволока вообще сдалась так дай-ка я тебя на превьюшку щелкну тем временем руководитель кружка кибернетики еще вчера оказавшийся безумным выглядел вполне нормально можно даже сказать свежо но это вряд ли помогло бы ему поймать ульянку она была меньше и из ворот левее быстрее наконец и вполне могла загонять его до изнаниможения эй ульянка подскочила спряталась за мной шурик же громко хлопнул дверью вышел обиделся эй ты чего не поймаешь она посмотрела на электроника который все это время лишь молча наблюдал за глупой беготнёй и показала ему язык симеон отбери у нее проволоку а чего она а чего она вам собственно вообще сдалась проволоки что ли мало он пытался поймать ульянку а та в свою очередь пряталась за мной он вправо она влево он влево она вправо конце каков эта ситуация меня порядком надоело я ловким движением выхватил проволоку ульян отдай отдай обиженно закричала она а вот и нет хватит хулиганить я поднул проволоку над головой так что ульянка со своим ростом никак не могла достать спасибо ну и ладно она фыкнула и отвернулась зачем тебе она вообще не твое дело нулянка хитро посмотрела на меня а хочешь я всем расскажу что ты я зажал ее рот рукой и потащил к выходу ладно нам пора уже глупо гигикая сказал я электронику а зачем приходил на улицу я отпустил брыкающуюся ульянку слушай ну ты же понимаешь что это недоразумение тем более ты его сама и подстроила ничего не знаю по факту ты за нами подглядывал ай-яй-яй-яй что ж подумает Ольга Дмитриевна с одной стороны мне было абсолютно наплевать что про это скажет вожатая но с другой все против меня а в моем положении в подобной ситуации попадать не стоит ладно может мы как-нибудь договориться сможем хм она задумалась а я знаю я уже предчувствовал недоброе ты принесешь мне ту проволоку ну зачем она тебе за надом за надом ну ладно допустим и тогда будешь молчать честная пионерская верилась ей с трудом но с другой стороны это всего лишь моток проволоки почему бы не попробовать ну окей согласимся ладно уж вот и отлично но ты учти да 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 конечно перебила она меня и жди здесь с этими словами я вернулся в помещение кружков электроник что-то сосредоточенно мастерил теперь я совсем разобрался думал может ты меня чем угостишь как обещал вот он звучал несколько заискивающе и это меня просто взбесило я конечно не наставил просто раз уж сейчас он оторвался от своего занятия достал из стола пару булочек и треугольник кефира прошу спасибо пока я увлеченно ел электроник ни на секунду не отрывался от своего приспособления он наматывал на катушку проволоку которую я отнял у ульянки именно эта катушка ей и нужна что это катушка индуктивности индуктивности вступай в наш клуб будешь все знать он поднял у меня глаза и хитро улыбнулся подумаю конечно никуда я вступать не собирался но с учетом того что он меня все же накормил можно быть и повежливее кстати я же тебе говорил что у меня еще кое-что есть ну да сейчас он зашел в соседнюю комнату и через минуту вернулся с каким-то пакетом ту 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 и протянул его мне внутри лежала большая бутылка водки столичная ни хера себе ни хера себе тут пионерчики то эээ я все понимаю но еще утро только электронику или электронику близко принцип с утра выпил весь день свободен ты что я же не предлагаю пить это нам на протирку оптики ага протирку теперь это так называется да внутриутробно ясно я дал ему пакет кстати а можно у тебя эту катушку позаимствовать а зачем тебе ну пожалуй это стоило придумать заранее просто нужно так и нам без нее никак да ну ладно тогда не буду же я ее выбивать у него силой тогда я пойду обязательно обязательно приходи еще конечно как только выпить захочется на улице я задумался зачем он мне вообще показал водку ко мне тут же подскочила ульянка ну ну достал нет значит сам виноват далась тебе это катушка вообще но за старание хвалю что удивился я алиса все равно рассказала ульянка рассмеялась она на тебя очень злится надо думать пробурчала себе под нос ладно бывай она помахала мне рукой и убежала что ж просто в очередной раз попал в идиотскую ситуацию только и всю мне не привыкать голод внезапно вновь напомнил о себе это только что пора ну конечно булочки кефир это здорово но одним но одними ими не наешься хорошо что в этот момент заиграла музыка призывающая пионеров на обед нет день только начался мне уже столько всего пришлось пережить но я выстоял и теперь имею законное право наесться до отвала сегодня я пришел не позже всех так что смог занять свободный столик на обед давали гороховый суп и рыбу с картофельным пюре это меня сильно разочаровало так как рыбу я не ел ни в коем виде а значит калорий мой организм получит меньше чем обычно скоро к моему столику подошли Славя и Лена можно? она мило улыбнулась а? да конечно я встал и выдвинул стул для нее прошу мое настроение в тот момент было лучше некуда приятного аппетита сказав это Лена некоторое время пристально смотрела на меня но потом видимо поняла что выглядит несколько странно и уткнулась в свою тарелку и тебе Семен есть какие нибудь планы на день? нет искренне ответил я планов действительно никаких не было разве что поиск ответов но то скорее глобальная задача тогда не хочешь с нами прокатиться на лодке до острова? остров? кажется я видел его с пристани зачем? Ольга Дмитриевна просила земляники пособирать там ее много и она такая вкусная по вооружению лица Славе можно было представить вкус этой земляники даже не пробуя земляника зачем? не знаю но по моему идея отличная по моему тоже тем более на острове я еще не был да пожалуй окей значит мы отправимся на остров с двумя девчонками через десять минут мы уже стояли на пристани водка водка вот лодка подожди сейчас за веслами схожу я остался наедине с Леной а ты землянику любишь? не то чтобы очень но она вкусная Лена улыбнулась ясно я не знал что ей сказать дальше как подержать разговор если бы Славя не вернулась мы бы наверное так и сидели молча до самого вечера вот она протянула мне 2 увесистых весла ага мы забрали с лодку и я отвязал ее оттолкнул от берега и кое как начал грести а куда именно плыть? вон туда она показала пальцем в сторону острова остров остров ближний интересно какой капитан его так назвал остров то действительно близко к берегу вас понял если бы заранее знать что меня ждет впереди крутым грибцом меня не назвать более того я и на лодке то плавал до этого всего раз или два в жизни до острова было всего метров пятьсот но весь путь благодаря моим стараниям мы шли зигзагами примерно на середине руки и примерно на середине руки забалили так сильно что я бросил весла чтобы передохнуть а что? землянитка больше нигде не растет я имею ввиду места более доступные но там она самая вкусная удивленно посмотрел на меня Славя тебе наверное тяжело там грести вот Лена сразу поняла в чем дело да нет нормально все таки нельзя же допустить чтобы мне помогала хрупкая девочка остальную часть пути я думал только о том как бы живым добраться до острова Славя с Леной о чем то говорили но я их не слушал просто не было сил наконец мы приплыли совершенно обессиленный я выбился на берег и посмотрел на лодочную станцию она оказалась так далеко что я ощутил себя первым человеком на волне который наблюдает восход земли держи Славя притянула мне корзинку остров был небольшим метров сто в длину не более он скорее напоминал березовую рощу ровные ряды деревьев покрывали всю его поверхность под ногами растилалось спокойное зеленое море ветерок лишь изредка вызывал волны на поверхности этот островок казался просто таким райским местом не удивлено что именно здесь растет самая вкусная земляника нам бы надо разделиться так быстрее управимся да наверное но корзинки то только две пробка заметила Лена да точно это я не доглядела и как мы разделимся так пойти с Леной пойти со Славей так ну мы вроде как мутили с Леной да танцы там танцевали хотя и Славя тоже ничего такая ну давайте пофиг пойдем с Леной давай я пойду с тобой давай вот и славно Славя взяла вторую корзинку и пошла в дальнюю часть острова ну что что пойдем ага Лена улыбнулась только собирай внимательней не пропускай ни одной ягодки и ты тоже окей жатва началась блин вот где там вот эти вот мрачные опять мне понравился вот этот заброшенный лагерь я еще хочу давайте еще давайте еще лагерь заброшенный бункер земляника здесь действительно была вкусной я бы наверное съел ее всю если бы вовремя не остановился ягоды размером с клубнику ярко-красного цвета да мы точно не зря сюда приплыли я нашла совсем рядом так как корзинка у нас была всего одна я чувствовал себя грибняком заглядывая под каждый кустик и внимательно роясь в траве у тебя как-то лучше получается да я их не считаю если честно нет правда корзинка была уже наполовину запомнена а ты наверное любишь природу да яркий луч солнца пробившийся сквозь кроны деревьев ослепил меня на секунду я опустился на землю и прислонился к дереву красиво же все же здесь Лена села рядом близко настолько что ее локоть касался моего да мы просто сидели время кажется остановилось ветерок нежно колыхал листья на деревьях в траве лениво прыгали букашки а вдалеке на воде резвились солнечные зайчики лена опустила голову мне на плечо ля какая романтика какая романтика а а сначала это немного меня удивило но потом прислушавшись к ее размеренному дыханию я подумал что так и надо он даже смотри он даже ее обнял за талию нифига себе видимо разморило и она решила вздремнуть несколько минут я просто сидел и ни о чем не думал но потом в голове с сверхзуковой скоростью начали скакать мысли лена рядом спит тепло нежность чувства я посмотрел на нее на лице девушки было такое спокойное умиротворенное выражение что казалось она сейчас где то не здесь где то в лучшем мире не знаю что бы случилось в следующую секунду если бы я не услышал голос слави Семен Лена я несколько раз резко тряхнул головой в разные стороны чтобы прийти в себя Лена начала просыпаться она открыла глаза и отсутствующим взглядом посмотрела на меня что снилось а поняв что задремало у меня на плече Лена покраснела извини да ничего нам подошла славя и Лена поспешила встать и как улов я грустно вздохнул что-то не густо а из ее корзинки земляника так и вываливалась ладно нам и этого хватит пора возвращаться я взял корзинку и мы направились на закладки обратно мы доплыли быстрее потому что я постарался сконцентрироваться на гребле и не откликался ни на что другое хотелось лишь вернуться и прист вернуться на пристань живым первый заплыв не прошел бесследно и в этот раз руки начали болеть уже после нескольких взмаков веслами и швартовав лодку я бессильно рухнул на землю славя и Лена склонились надо мной если тебе было так тяжело то сказал бы да да нет ничего сейчас полежу и все пройдет ладно тогда отнеси корзинки пожалуйста Ольге Дмитриевне а то у нас еще дела есть да конечно сейчас я был готов согласиться на что угодно лишь бы не вставать славя поставила корзинки полные земляники рядом со мной и весело о чем-то болтая с Леной направились в сторону площади самое тяжелое сделано так я думал пока не устал и не взял корзинки после спортивной гребли они казались мешками с цементом хотя вряд ли весили больше пары килограмм каждое из-за этого путь домика вожата занял меня куда больше обычного приходилось останавливаться через каждые 50 метров чтобы отдохнуть когда я все же дошел то поставил корзинки на землю а сам с трудом опустился в шезлонг Ольга Дмитриевна Ольга Дмитриевна я вам гостиницы принес ответа не последовало я с трудом поднялся и зашел в домик внутри никого не было не хотите как хотите я улегся в шезлонг и задремал мне приснился странный сон про земляничные гонки в смысле земляничные гонки что это я был на лодке греб изо всех сил чтобы спастись от огромных ягод которые гнались за мной руки уже отказывали глаза заливали вот так что ничего не было видно кровь стучала в висках на земляники все на земляники все приближались блин такие да земляники убийцы прям хм они скакали на меня свои хищные они скалили на меня свои хищные пасти но постойте пасти у земляники Семен Семен я проснулся передо мной стояла Ольга Дмитриевна и трясла меня за плечи я смотрю урожая вы собрали неплохое не так ли ну конечно это все благодаря помощи девочек понятно но это еще не все действительно я тоже размечтался хотел спокойно полежать ты же знаешь зачем это земляника не имею ни малейшего понятия признался я честно будем из нее делать торт ясно что же весьма логично в честь чудесного спасения Шурика ведь это все благодаря тебе было понятно что земляника дело не ограничится почему скажите на милость если я такой герой то праздник в честь себя должен организовать сам ну наверное так вот у меня для тебя есть ответственное задание для торта не хватает еще дрожжей муки и сахара все это надо принести в столовую до ужина а те кто а те кто торт будет печь могут как-то сами жалостливо поинтересовался я конечно нет они все заняты а без дела у нас в лагере слоняешься только ты хоть в ее словах и была изрядная доля правды сейчас мне от этого никак не становилось легче более того они послужили контрольным выстрелом итак запоминай дрожжи возьмешь в медпункте муку в библиотеке сахар в здании кружков подождите мне некогда я спешу удачи тебе она хитро улыбнулась и ушла конечно в этом лагере много странного но дрожжи в медпункте ок это я понять могу но мука в библиотеке сахар нет это уже выходит за рамки разумного я смачно плюнул себе под ноги не хочу не желаю в это верить скажите же скажите что вы меня разыгрываете если бы сейчас передо мной появилась толпа зеленых жирных троллей каждый из которых считал себя обязанным посмеяться за мной я бы и не удивился может быть у него может быть у него этот торт а некоторое время я вдумывал как поступить нет если такая масштабная задумка Ольги Дмитриевны сорвется то мне влетит так что мало не покажется и усложнится все и поиски ответов которым я уже давно не занимаюсь и просто моя обычная жизнь в лагере похоже придется все же окей библиотека медпункт обычные кружки окей ну погнали сначала в общие кружки да сходим казалось что за сегодня мне пришлось пережить столько же сколько за все предыдущие дни окей давайте сохранимся и поиски для торта мы начнем уже в следующей серии вот кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте обязательно комментируем и с вами был Валерий всем пока пока м 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 Субтитры подогнал «Симон»